Всем привет, вы смотрите G.O.B. Channel и сегодня я хотел обсудить с вами долгожданное появление в сети четвертой части саги Неоспоримой. Хотя долгожданной это мягко сказано. Со времен третьей части прошло аж 7 лет, релиз новой части постоянно откладывался, ее выход на DVD обещали весь 2016 год, первые месяцы 17-го, и вот, наконец, фильм доступен для широкой аудитории. Ранее я уже публиковал эпизоды о тренировках Скотта Эткинса, о съемках четвертой части Неоспоримого и первых отзывах о продолжении, а потому сегодня кратко поделюсь с вами впечатлениями о фильме, постараюсь без явных спойлеров, поговорим о его особенностях и подробностях, а также проясним, насколько возможен выход уже пятой части Неоспоримого. Все это после рекламы. А пока рекомендую обратить внимание на сайт fightfilms.info. Новости из мира боевых искусств, трейлеры, короткометражки, статьи о кинозвездах всех времен, обзоры не только на новинки боевого кино, но и на легендарные и редкие фильмы. Интервью с актерами, режиссерами и боевыми хореографами, в том числе из отечественного кино, обсуждения, голосования. В общем, сайт регулярно обновляется, и там полно материала интересного настоящим фанатам олдскульного кино и новинок жанра. Одним словом, друзья, рекомендую. Ссылки на паблик, ютюб-канал и сам сайт в описании. Я согрешил против людей и бога. Десять лет я уже в аду. Я знаю, что я не имею права на мечты. Но продолжаю мечтать. Именно с этих слов Юрия и начинается четвертый фильм. Герой огнетет не только его прошлое, но и настоящее. Как мы помним из трейлера, Бойко убил одного из своих соперников в ходе очередного поединка. И такой груст на сердце одними пожертвованиями для церкви уже не облегчишь. Главный герой, которому предстоит ответственный чемпионат, отправляется в Россию, чтобы просить прощения у вдовы погибшего бойца. Того самого павшего соперника Юрия Бойко, кстати, сыграл Эмилиен де Фалко. В фильме он очень похож на главного героя и составил ему серьезную конкуренцию, но не более того. По сюжету оказалось, что вдова по имени Алма, которую сыграла Теодора Духовникова, находится буквально в рабстве у местного авторитета Зураба, чтобы оплатить кредит на создание детского центра. И герой Скотта Эткинса, осознавая свою вину, предлагает Зурабу сделку. Он, прославленный боец, участвует в боях на местном ринге, а Воротила дарит свободу Алме. Вот, собственно, вокруг этих событий и будет развиваться весь фильм. В подробности вдаваться не буду, ведь для тех, кто не видел премьеру, это явные спойлеры. Те же, кто смотрели, и так уже в курсе. Главный вопрос, в чем отличие четвертой части от предыдущих фильмов, и чем она может порадовать зрителя и, напротив, огорчить. Лично я от фильма ждал худшего и очень сомневался, что он будет соответствовать планке первых частей. Но оказалось, и, судя по отзывам, многие фанаты со мной согласны, харизма Скотта Эткинса и его филигранное соответствие образу Юрия Бойко вытянут даже слабый сюжет фильма подобного жанра. Главный герой все так же хорош, он в отличной форме, за его поединками все так же увлекательно наблюдать, а эффектные трюки под уже классический для саги саундтрек не надоедают. Казалось бы, чего еще желать от подобного боевика? Он здесь во время боев такой же яростный, и вот видно, он получает удовольствие от боя, он получает удовольствие от публики, которая скандирует Бойко. Вот это то, что зритель как раз таки ждал, и вот он это получает. Скотт Эткинс, несмотря на свой возраст, то, что ему уже 41 в этом году исполняется, и несмотря на то, что он является чуть ли не главным кинобойцом нашего времени, он пытается нас удивлять. И мы можем лицезреть в фильме «Неоспоримый 4» удары, которые он не исполнял ни в одном своем предыдущем фильме. Он и тот же самый Гайверкик усложнил, и сделал его более красивым, более интересным. Комбинации новые, поэтому за это ему отец. Отдельное спасибо, потому что видно, что человек старается ради зрителя, чтобы эти бои ему понравились, и эти бои его удивляли, продолжали удивлять. Что касается операторской работы, как известно, вне зависимости от того, насколько хороша хореография, насколько круты сами актеры, которые исполняют эти трюки и дерутся в кадре, операторская работа и монтаж могут просто уничтожить все. И я очень боялся, когда узнал, что не будет неизменного оператора Роса Кларксона. Это человек, который снял «Ниндзю 1», «Ниндзю 2», снял все «Неоспоримые» до этого, «Неоспоримые 2» и «3». И он отлично показывает, отлично снимает бои. Но его отсутствие никак не сказалось в негативную сторону. Очень даже хорошая операторская работа. Может показаться сначала, что бои немного убострены, но когда смотришь сам фильм, к этому ритму привыкаешь. Самые классные удары, самые эффектные, они показаны в замедленном действии. И, кстати, так называемого «слоу-мо» здесь абсолютно не переизбыток, оно там, где нужно. Все самые красивые удары, их видно, они наносятся, прям, многие удары наносятся в контакт. И вот от этого получаешь дополнительное удовольствие от просмотра боев. Хореография боев очень понравилась. Тоже Тимман, который является хореографом боев, он хорошо поставил бои. И в данном случае подобрал достаточно хороших актеров, которые все это исполнили на должном уровне. Каждый из них не уступает Аткинсу, за это надо дополнительно сказать Аткинсу спасибо. Он никогда не стесняется брать соперников, которые в чем-то его превосходят. И поэтому мы получаем вот настолько качественные бои. Но проблема в том, что кроме Юрия в «Неоспоримом 4» толком никто и не запоминается. Ни проходных конкурентов, ни главного соперника сценаристы не наградили характерными чертами, как, к примеру, героев второй или третьей частей. Спасибо, что хоть отношения главного героя и вдовы остались чистыми и без изъянов. В наше время это редкость. Историю того же кошмара, главного противника бойки, которого сыграл огромный Мартин Форд, мы тоже не узнаем. Хотя даже 5 дополнительных минут экранного времени истории о прошлом кошмара и его превращении в безжалостного монстра могли бы сделать его финальный бой с Юрием куда эмоциональнее. И в итоге между главными соперниками не было ничего личного. Просто лучший подпольный боец против Громилы, которого сыграл новичок, еще неопытный что в кадре, что в показательных трюках. Хотя, оказывается, роль гигантского противника Юрия Бойко мог сыграть другой актер-великан. На самом деле у Скотта Эткинса еще во времена неотпоримого 3 появилась идея, и он об этом говорил в своем твиттере, взять бойца, на фоне которого на качестве Бойко будет смотреться просто маленьким. Тогда он хотел взять Натана Джонса, более известного, ну там, сегодняшней публике более известного по роли в фильме Мэтт Макс, Безумный Макс. А вот, скажем так, фанатам файтинга его представить не нужно. Он дрался и Джеки Чаном, и Стони Джа, и Джетом Ли. Стони Джа у него потрясающие поединки, он на них смотрелся очень просто замечательно. Но, к сожалению, в Неоспоримый 3 не получилось всего снять, и в Неоспоримый 4 тоже не получилось его использовать. Практически одновременно шли съемки с Неоспоримым 4, шли съемки фильма «Никогда не сдавайся 3» Майкла Джей Уайта, где как раз-таки Натан Джонс играл главного злодея. Что касается Мартина, на самом деле, несмотря на то, что можно сказать, что его не раскрыли с одной стороны, его недостаточно раскрыли для главного злодея, для финального босса. И вот в этом плане, конечно, это может сказать минус фильма. Финальный босс, он оказался просто таким качком, здоровым, впечатляющим, но он без истории, без раскрытия. Но оказалось, что проблема фильма не только в раскрытии главных героев, но и даже во второстепенных персонажах. Для доказательства того, что с бойцами, с кинобойцами у создателей всегда были проблемы, это болгарский каскадер Троян Миленов. Этот человек, вы его, скорее всего, не знаете, хотя он достаточно популярный болгарский каскадер, который дублировал Жан-Клода Ван Даму в «Университетном солдате 4» и в «Неудержимых 2», он сыграл трех разных оппонентов в бойке в каждом «Неоспоримом». В «Неоспоримом 2» вы его могли видеть как второй противником бойки, он такой там как бы боец, боец муай-тая, и его там Аткинс избивает. В третьей части ему побрили голову, отрасили побольше бороду, и его избивает Аткинс, уже он играет персонажа-француза. А в четвертом фильме вы можете увидеть его в роли первого бойца турнира, вот этого подпольного турнира, в котором он принял Аткинс участие. Скажем так, это минус не актерам, не режиссерам, а это говорит о том, что все-таки были достаточно серьезные проблемы, и вместо того, чтобы подстраивать съемки, приглашать каких-нибудь актеров, кинобойцов, более или менее именитых в этой среде, создатели, а именно, скорее всего, студийные боссы, чтобы сэкономить деньги, просто решили воспользоваться теми же самыми актерами, каскадерами, которые были в третьей части, во второй части, во всех неудержимых, во вторых и третьих, и в любых фильмах компании New Image и Millennium. В итоге, нам не раскрыли персонажей фильма и соперников Юрия, мы не увидели привычных и любимых зрителями нарезок тренировок и спаррингов актеров, как в прошлых частях, ну и дополнила все полная клише концовка, в которой Бойко становится просто бессмертным воином, которому нипочем что удары битами, что попадание из пистолет. Но при всем при этом, в рамках своего жанра, категории и бюджета мне фильм скорее понравился. Может, слишком долго ждал или слишком ценюстремление Эткинса вновь и вновь впечатлять поклонников идеальными качествами своего героя. Настоящего бойца, мужчины и человека слова. Ну и напоследок пару слов о возможности дальнейшего развития сюжета и выхода пятой части, ведь в сети уже пошли разговоры, что, мол, открытый финал фильма располагает. С учетом сомнительной политики прокатчиков фильма и его мгновенного распространения в сети в качестве пиратской версии, все под большим вопросом. Проблема в таких фильмах вот категории Б, которые сразу выходят на DVD в наше время, это то, что они очень быстро выходят в сеть, они фактически через сутки после релиза той или иной страны они уже гуляют в сети. И в зависимости от расторопности наших пиратов, они появляются на русском языке и на других дубляжах. И, к сожалению, именно вот это пиратство, фильмы категории Б, так называемые ДТВ-фильмы, оно фактически сводит в могилу. И Аткинс когда-то спросили, а что делать тем странам, в которых фильмы выходят с большой задержкой на лицензии или не выходят вообще. Аткинс сказал, что людей, которые качают фильмы вот в таких странах, он понимает, но просит их, если они хотят поддержать фильм, хотят поддержать актеры и чтобы люди, чтобы качество фильмов последующих не тратилось, не ухудшалось с каждым фильмом, он просит их все-таки приобретать, когда, как появится возможность, приобретать легально. Что касается «Неосправимого 4», в России он, скорее всего, не выйдет официально, потому что последний фильм Скотта, с ним главный ролик, который вышел в России официально, это был «Неосправимый солдат 4» в 2012 году. И получается, что единственным способом это будет, единственным способом поддержать, если у вас есть такое желание, поддержать Скотта и создателя, это приобрести фильм на Амазоне, когда он выйдет. На Амазоне он, скорее всего, появится в июле. Если вы скачали уже, посмотрели «Пиратку», можете использовать эту «Пиратку» для удобства для просмотра, а для поддержки и очищения совести приобрести лицензионный гипс и поставить его на полочку среди книг, где он будет очень хорошо смотреться. Подведем итоги. На момент подготовки материала зрители оценили «Неоспоримый 4» в 7,1 балла на кинопоиске и аж 9,1 балла на зарубежном АМДБ. Понятно, что это стартовые цифры на эмоциях главных поклонников и после рейтинг несколько снизится, но, скорее всего, незначительно. Опять же, мы с Павлом сошлись во мнении, что фильм не так и плох, как мог бы быть, а с учетом сложных условий его многолетней подготовки и скромного бюджета даже хорош, но продолжение отнюдь не гарантировано. «Бои в тюрьме они немного уже поднадоели и вот именно раскрытие персонажа Бойки с другой стороны мне оно понравилось. В принципе, мы имеем «Неоспоримый 4» достойное продолжение предыдущих частей и, наверное, я даже скажу, что прямой кандидат на статус лучшего файтинга 2016-2017 года. Как-то так. А что скажите вы? Как вам фильм сам по себе и в сравнении с другими частями? Ждете ли вы продолжение и будете ли поддерживать создателей покупкой официальной версии фильма или просто ограничитесь пиратской скачанной из сети? Делитесь в комментариях. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Друзья, если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и поделиться этим выпуском с друзьями, чтобы все зрители фильма смогли обмениваться своими впечатлениями в комментариях под этим эпизодом и у нас получился бы такой импровизированный чат фанатов саги «Неоспоримый». Ну а с вами были Андрей Луценко, автор канала G.O.B. Channel и Павел Бельба, создатель самого первого и крупного сообщества фанатов Скотта Эткинса ВКонтакте, а также канала Бельба Бразерс. Ссылки на оба проекта будут в описании. Если вам интересна тема единоборств, они как раз для вас. Ну и, разумеется, благодарим за задействие в съемке бойцовский клуб GM Gym в Москве на метро Белорусское. Его адрес и ссылки на сайт также в описании. На этом все. Спасибо, что были с нами. Делитесь своим мнением в комментариях и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин